Это значит с собой, но они даже это делают. Я уже думала, что я приеду к инверске и покажу это от нее. Все, поехали. Берем эту ракушку и уходим. Никого вообще, я одна. Орлэнда и Викли, мне не надо, это бесплатная газетка. Ой! Так, поехали. Сейчас возьму скоростную трассу 417-ю. И тюх, тюх! Ну, все равно по-любому мне уходят на дорогу минут 40. Меньше никак не уходят. Я только что показала свою еду. Пахнет, пахнет китайская. Китайозы вообще молодцы. Китайозы, если честно сказать, они, конечно, молодцы. Они умеют. Они приноровились под нас. У них, понятное дело, у них другие вкусы, скорее всего. Может быть и нет, я не знаю, в Китае ни разу не была. Но вот то, что они готовят для европейцев, для американцев, конечно, они в этом поднаторили. Молодцы, ничего не скажешь. Поехали. Я надеюсь, у меня на зубах помады нет. Вот, бывает, не протрешутся, будут такие красные. Итак, поехали. Я там, я заблукалась в ваших комментариях. Кто-то пишет, сделайте себе уже стрижку. Кто-то говорит, не надо стричься, такая хорошая стрижка. Ну, всем не угодишь, поэтому я буду делать так, как я хочу. Я все равно никому не угодю. Если я подстригусь, кто-то скажет, зачем подстриглась? Если я не подстригусь, вот почему вы до этих парня не подстрились? В общем, короче говоря, хочу поговорить о добрячках, о людях, о добрячках, которые якобы добрые. Ну, такие же добрые вообще, караулы. Мой канал, это моя жизнь, это как бы видеодневник. Все, что я делаю, все, что я ем, все, куда я хожу, с кем знакомлюсь, с кем разговариваю, куда езжу, я все выкладываю в видео. И вот сейчас я увлеклась герболайфом. Я не столько, я в принципе не увлеклась герболайфом. Я просто перешла, как бы дополнила свой рацион, дневной рацион, я дополнила герболайфом, потому что я давно об этом думала. Я прекрасно понимала, что один раз в день питаться это неправильно. Я понимала, что мне нужны витамины и микроэлементы. У меня есть отдельные витамины куплены, но я про них всегда забываю. Они у меня стоят в холодильнике, я раз в месяц вспомню одну таблеточку, эту витаминку выпью и забываю. Я понимаю, что особенно в моем возрасте, кому слегка за 20 или далеко за 20, нужны, конечно, вот эти микроэлементы и все, но я забываю об этом. Ну и как я уже много раз говорила, я давно перешла на одноразовое питание, я ем в принципе раз в день. Ну когда-никогда там что-то уже где-то перехвачу, ну когда-никогда два раза в день. Ну как правило раз в день. Я утро выпиваю чашку кофе и я вот так вот. То есть у меня аппетита, слава богу, аппетита нет. Я не ем, потому что у меня нет такого бешеного аппетита. То есть я его поборола, я его поборола. Но единственное, что мне нельзя видеть еду. Только я увижу еду и слышу запах, вот сейчас слышу запах китайской еды, мне такая фух, я чувствую, что я хочу есть. Хотя на самом деле я есть не хочу, пока я не понюхала, я есть не хотела. То есть у меня как-то заблокировано вот это чувство голода, оно меня не мучает. Я знаю, что некоторых мучает. У меня знакомые, родственники, которые говорят, ой, я если не поем, я там сознание теряю, я покрываюсь холодным потом. И там кто-то, говорит, начинает сосать там под ложечкой, у кого-то начинает колоть где-то там в боках. Слава богу, у меня такого нет. Я просто забываю о том, что я хочу есть до тех пор, пока я не вижу еду или пока я не слышу ее запах. Так что я с утра выпивала чашку кофе, ну как всегда, у меня чашка кофе, конечно, от этого никуда уже не денешься. И мне этого было достаточно. Чашка кофе с сахаром я пила, сейчас от сахара отказалась, я пью либо вообще без сахара кофе пью, либо я пью кофе с маленькой ложечкой меда. Ну в меде тоже там написано 17% сахара, дофига больше. Немножко пацаны смущаются. Сбоку стоит машина с пацанами, они говорят, с кем она там такая дурочка разговаривает сама с собой. Сейчас я проеду, или так вот, я вот так подальше сяду, чтобы они меня не видели, что я разговариваю. Так вот, для меня, конечно, мне просто боженька послал Аню из Майами, мы познакомились с ней. И Аня мне показала, рассказала про Гербалайф, мне это очень понравилось, я это приняла, я поняла, что в Гербалайфе нет лишних жиров, нет этого лишнего. То допустим, если бы я завтракала и ужинала дополнительно к тому, что я обедаю, ну обедаю я в 4-5 часов, это у меня 11 раз я ем в день. То есть, я понимаю, что надо 2-3 раза питаться, но я не хотела себе это позволять, потому что я хочу скинуть вес, я не хочу быть толстой, я не хочу быть жирной. В моем возрасте уже даже от воды люди поправляются, но это, конечно, говорят те, кто много ест. Говорят, я ничего не ем, я ем все только водой, я поправляюсь, ничего подобного. Меньше, мы все поправляемся от еды, вот сколько себя вложил, столько на боках и вылезло. Это когда начинают говорить, да я вообще только попробовала, ну, ветрами пробовать, конечно, конечно, оно вылезет и еще не так вылезет. Так вот, я встретила Аню, опять же говорю, мне просто Бог посылает людей. Вот у меня какая-то ситуация, мне раз Боженька послал человека, вот так же мне послал Анечку, ее семью, вообще семья потрясающая. Анюточка, если смотришь, родная, любимая, я тебя люблю. И Журика, и твоих детей, великолепные люди, просто, просто слов нет. Короче говоря, Аня мне рассказала об этом Гербалайфе, я когда-то, сто лет назад, покупала Гербалайф еще при Советском Союзе, там были какие-то таблеточки, я дала 200 чем-то долларов, но я их так и не пила. Я там два раза попробовала попить, забывала про них и так и выбросила. И вот сейчас оказалось, что сейчас они делают коктейли, то есть не надо никаких таблеток. Я когда попробовала коктейль у Ани, я влюбилась сразу в Гербалайфе, сразу, вот с первого взгляда влюбилась все, потому что коктейль потрясающий. Ну, как все, наверное, мы люди, мы любим сладкое иногда, я, слава Богу, нет, очень много нет, но иногда мне очень хочется сладкого коктейльчика молочного, мне хочется мороженого иногда, но это нормально. И когда я попробовала вот этот коктейль, это получился милкшейк даже лучше, ну, сказочная, просто сказочная вкуснота. Просто бальзам на душу, бальзам на язык, бальзам в моем рту, приятнейшее ощущение, бальзам в моей душе. Я просто выпила этот коктейль, я думаю, боже, какая вкуснота, и эта вкуснота ничем мне не станет, нигде не отложится у меня, ни на боках, ни на животе, нигде. Думаю, боже, какая сказка. Я влюбилась в Гербалайф просто вот с первого взгляда, и я надеюсь навсегда. То есть меня абсолютно не интересует, что туда входит, как туда входит. Аня мне рассказывала, какие-то микроэлементы, меня-то абсолютно не волнует. Я просто давно подумывала о том, что мне надо на завтрак вот что-то такое, мне нужно что-то такое, что-то такое пить, либо есть такое, чтобы оно было не калорийное, и в то же время, чтобы это было, ну, своего рода питание. Потому что я прекрасно понимала, что есть надо. И один раз в день это совсем неправильное питание. Короче говоря, я начинаю принимать Гербалайф, заказала, заказала, не заказала, правильно, неправильно, я не знаю. Мне Аня подсказала, я купила первый Гербалайф через НИ, у нее какой-то номер ID там есть, она там зарегистрирована. Что это такое, с кем это едят, с чем это едят, понятия не имеют. Я никогда этим не занималась. И Аня говорит, тебе надо регистрироваться самой, получить свой какой-то ID, ты будешь покупать на 25% дешевле весь этот продукт. Ну, а почему нет? Если банка стоит там под 50 долларов или под 40 долларов, я уже не помню. И я зарегистрировала, купила, заплатила сколько там, 60-70 долларов я заплатила, мне прислали какие-то, на эти 60 долларов мне прислали сумку, я ее кому-нибудь выброшу, потому что кому ее дарить, кому она нам не нужна. Какую-то литературу, которая сразу выбросила мусорник, потому что мне это не надо, я не буду там. Аня говорит, вот и там должна смотреть, там замерять себя. Я не буду ни замерять себя, ни смотреть. Я не повернута на том, чтобы... Я совсем не повернута с тем, чтобы делать замеры, там проверять, сколько там баллов, сколько там продуктов. Я посмотрела, что в книжечке было написано, допустим, морковка 10, там, к примеру, там что-то такое, там 3. У меня это... Я хочу морковки, я буду есть морковки. Хочу лук, я буду есть лук. Я не буду смотреть, сколько хорошая, нехорошая, я ем то, что я хочу. То есть я гербалайф пью не для того, чтобы там супер-супер правильно питаться, а просто гербалайф мне очень понравились коктейли. И все. Мне понравились коктейли, я на них присела, и я счастлива. И когда я заказала себе вот этот номер ID на гербалайфе, с тем, чтобы покупать дешевле свой продукт, потому что я, наверное, буду на нем долго сидеть, я так понимаю. Мне сразу же дали скидку, по-моему, 25%, и я сразу же, получается, заплатив... Под 70 долларов я заплатила за этот ID, мне прислали эту сумку какие-то документы, мне прислали много пакетиков. Ну, будем говорить, ну, будем говорить, ну, пусть я 40 долларов я выбросила на ветер, бог с ним. Но зато у меня сразу же, у меня 20 долларов, у меня на двух банках была экономия, тут, а тут. Но, опять-таки, я думаю, что это там даже не стоит останавливаться, это не та экономия. И мне Аня говорит, а теперь давай свой ID, и пусть люди от тебя покупают, типа, ты выходишь на рынок, и ты будешь продавать. Я говорю, Аня, мне это не надо, я не буду продавать, мне это вообще никак не надо. Я не собиралась продавать гербалайф, никогда этого делать не буду. Она мне пишет, у меня там появились девочки, хотят купить, но я хочу, чтобы они через тебя покупали. Я говорю, через меня не надо, только через тебя. В принципе, наверное, может быть, я сделала ошибку, может быть, мне не надо было покупать это для детей, я могла бы покупать это через Аню, не знаю. Ну, что сделано, то сделано. Я просто не подумала, вот Аня мне сказала, так сделала, я так сделала, все. Я человеку верю, без поворотов. Короче говоря, у меня есть мой ID, по которому я теперь всегда могу покупать. Едем, еду, 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 я еду, я еду, я еду. А то еду, треплюсь, а сзади меня машут, сейчас, 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 я уступлю, уступлю. Сама терпеть им, когда впереди придется какой-то пенсионер, и сама как пенсионерка сейчас еду. Вот, иди, мой дорогой, езжай. Езжай! Уступила, уступила, да езжай. Езжай, мой хороший. Короче, рассказываю дальше. Сейчас такие поворотики немножко. Не знаю, правильно, неправильно. Анечка хотела мне сделать как бы лучше. Она думала, я, может быть, на этом буду зарабатывать, но я просто не сказала, я не объяснила. В принципе, я даже не знала, что, ну, как бы, я знать не знала, что я могу там что-то продавать. И когда все это выяснилось, я говорю, Анечка, ничего продавать не буду, не хочу, я не собираюсь таким образом зарабатывать деньги, это вообще не мое. Нет. Боже упаси, у меня заработок другой. Солдат спит, служба идет. Я люблю зарабатывать, ничего не делаю. Вот я ничего не делаю, деньги мне как? Вот это заработок. Так вот там сидеть, какие-то там, не, не для меня. Ну, короче говоря, может быть, я и зря купила эту лицензию, но уже что сделано, то сделано. Назад дороги нет. Бог с невестей, весь 60 долларов. Короче говоря, я купила две баночки для себя и для моей невестки. Потихонечку мы все это пьем. И у меня действительно вес пошел вниз. То есть я с утра выпиваю этот коктейль, причем я прям просыпаюсь, думаю, ага, еще рановато, рановато, надо какое-то сделать там. То есть сразу пить коктейль тоже, извините. Слишком потакать своим желанием тоже нельзя. И я там какое-то время проходит, я пью кофеечек, а потом я выпила хороший коктейльчик такой. Я туда добавляю что есть под руками. Яблоки, бананы, ягоды, малину, клубнику. Я просто яблоко мелко режу, оно так разбалтывает все. Чернослив. У меня есть сушеный изюм, сушеный, ну, изюм он и есть, сушеный виноград, изюм. Сушеная клюква, что только у меня нет. Клюкву я, конечно, стараюсь утром, вечером заливать водичкой и, как она называется, и чернослив. А утречком она такая же мягенькая-мягенькая, бросила в блендер. Тут получаются просто кайфовые, такие, такие кайфовые, невероятно вкусные получаются коктейли у меня. Все это заливаю водой и у меня сливки для кофе, если я покупала. Сливки для кофе, они вообще практически обезжиренные. Они, по-моему, не на молоке даже, типа что-то соевое молоко. И я наливаю туда буквально 2 столовые ложки этих сливок. Ну, только потому, что подбелить немножко беленьким. И пахнет, пахнет хорошо ванилинчиком, уважаю ванилин. У меня такие получаются офигительные коктейли. Я просто их ем, я их пью, я просто наслаждаюсь. А, и обязательно в каждый коктейль 2 раза в день я добавляю... Я утром и вечером пью этот коктейль. Я добавляю чайную ложку без верха, 7 льна перемолотых. 7 льна вообще хорошо для кишечника, для желудка, вообще хорошо. Это клетчатка, своего рода клетчатка. То есть я кайфую, я действительно кайфую от того, что я вот нашла Аню, от того, что я перешла на Гербалайф. Я видела много. У нас продается тут, чего только не продается в магазинах. Но одно дело, когда ты покупаешь, не зная. Другое дело, когда тебе человек на пальцах объяснил, что это и к чему. Тем более Гербалайф я не услышала еще 30 лет назад. Тихо, тихо, что тебя носит, что тебя носит, заносит. И вот я пью этот Гербалайф. У меня пошел снижаться вес, причем хорошо пошел снижаться вес. У меня вот после Ани, как я, полицейский стоит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А я спит 70, а я иду 65. Вот так вот. И не поймаешь ты меня. Короче говоря, я кайфую, мне так хорошо. И вот начинают вот эти добренькие людишки, начинают писать. Не пейте Гербалайф, от него умерла моя сестра, моя мама или папа. Короче, все поумирали, всех там печень отказала. Все попали в реанимацию, все были в коме. И кто только что там не был где-то, в общем, не пейте, вы себя убиваете, как только. Я хочу сказать еще раз, 25-й раз. У меня есть своя голова на плечах. Я умею читать, я умею слышать, я умею писать. Я умею все. Если мне что-то нужно, какая-то информация, я всю эту информацию найду. Нет, мне будут все равно писать всякие гадости. Это, как говорится, под руку. Не беги, а то упадешь. Раз, ребенок ваш падает. Или там подружки. Одна другая говорит. Ну как там, как там, говорит, да, вот у меня там то-то, то-то болит, то-то, то-то. Она говорит, да, у моей бабушки было то же самое. Через три дня умерла. Добрые такие. Вот такие добрые подружки есть. Вот такие добрые люди есть на интернете, которые на моем канале, которые такие добрые-добрые, которые хотят сказать, не пей, потому что ты умрешь. Не пей, потому что у тебя печень отвалится. Какое вам, извините, дело? Я не буду грубить. Умирают и болеют те, кто уже был больной. Если, допустим, ваша подружка, которая умерла от гербалайфа, на самом деле, если она пила там запойми, там, 30 или 40 лет, сожгла себе все внутренности и потом стала принимать гербалайф и умерла, это не гербалайф виноват. Это виновата сама подружка, которая не следила за собой все эти годы, до 50, до 60 лет, а потом решила почистить свой организм и умерла. Это совсем с этим не связано. Если бы каким-то образом гербалайф принес бы какой-то вред кому-либо из людей, его давно бы уже стерли с лица земли, его бы засудили уже. Тут люди только ходят и смотрят, с кем бы посудиться, у кого бы денег урвать. Это не бывший Советский Союз, это не странный СНГ. Здесь надо быть очень осторожным. Если не приведи Господь где-то что-то, у кого-то что-то на почве гербалайфа, его сразу засудят, получат миллионные-миллионные диски, выиграют. Так, у меня батарейка села. Итак, продолжаю. Жарко так в машине было, включила кондиционер, немножко посильнее. Продолжаю. Мне там стали писать, зачем вы, почему вы и зачем вы рекламируете гербалайф. Я ничего не рекламирую. Я каждый день на моем канале выкладываю магазины, продукты, русский магазин, семечки, мясо, молоко. Все, что покупаю, все. Это не значит, что я рекламирую. Я просто показываю, что я покупаю. Никоим образом это не связано с рекламой. Вообще, люди за рекламу получают деньги. Если бы гербалайф не выслал бесплатно что-то, я бы стала рекламировать, это другое дело. Я бы сказала, ребята, вот мне прислали на обзор, я рекламирую. Реклама, понятное дело, вся платная. Поэтому я ничего не рекламирую. Меня там закидали камнями, не рекламируйте, это все плохо. Но не нравится вам, но не смотрите, но пройдите просто мимо. Завтра будете точно так же кидать меня камнями, если я одела вот эту майку и рекламирую вертолетные путешествия в Неваде. Это совсем ничего не значит. Я просто одела эту майку. Абсолютно ничего не значит. Ну, короче говоря, есть такая категория людей, которые как угодно, как угодно, что угодно, как угодно им надо прицепиться к чему-либо, ну, чтобы только в меня кинуть камни. Сегодня там одна дурочка пишет. Я поставила видео о своем внуке, что мой внук сделал такое шикарное, хорошее видео, сделал, ну, почти, можно сказать, профессиональное, но он только начинает по Москве. Мне так понравилось. Я показала внука, и кто-то мне пишет, ой, у вас такой взрослый внук, а сколько же вам лет? Вам же, типа, 21, смотритесь там, а одна пишет, да я уже 70. Ну, вот, вот, вот что сказать этому человеку? Все мы, к сожалению, не молодеем, а стареем. И тебе будет 70, и мне будет 70 когда-то. И вообще какая разница? То есть, когда в меня уже нечем броситься, когда человек смотрит, ну, вот чем же, ну, вот чем меня зацепить, а зацепить меня нечем, так я уже 70. Ну, хорошо, пусть будет 70. 70 до 100 не хватает мне. Короче говоря, вот эти вот добренькие тетеньки и дяденьки, ну, в основном, женщины, конечно, которые прицепились к этому герболайфу, бедная Аня, она уже замахалась там давать ответы, «Анечка, не реагируй, не реагируй, пусть пишут, на каждый роток не накинешь платок, пусть пишут». Она, конечно, она все равно пишет, там, ответы на, в моих видео, где я говорила про герболайф, там у нее такие дебаты, там такие, там такие, идут драки, прямо перед дракой, я туда не лезу, думаю, да ради бога, ну, хотите вы, хотите вы, ну, пожалуйста, пишите. Ну, Анютке я сказала, Рюнь, ты не надо, не реагируй, ну, она не может не реагировать, потому что, ну, нормальный, хороший человек. Когда я привыкла, меня уже приучили, ап, 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 а я еду, а я еду за туманом, а я забыла, где мне выезжать, я, наверное, проехала уже мимо, ну, тогда я еду до Айфу и поверну назад, ладно, по-моему, я не свернула, где мне нужно было свернуть. Я еду, говорю, куда я еду, чего я еду, зачем я еду, сейчас посмотрю, может быть, мой выезд, ааа, постоянно так, мне там тоже одна пишет. Вот вы снимали видео на Кока-Бич ехали, почему вы снимали свое лицо, снимайте дорогу. Знаете, вот что хочу, то и буду снимать. Хочу, снимаю себя, хочу, снимаю дорогу. Вот я хочу сейчас снимать себя, потому что мне когда-то будет 150 лет, и мне захочется на себя посмотреть, какая я была красивая. И я открою свое видео, нафига мне эта дорога? Ту дорогу я всегда увижу, я хочу посмотреть на себя. И я это, я много раз говорила, я делаю видео в основном для того, чтобы, когда мне будет 150 лет, да, вот оно, ура, 434, когда мне будет 150 лет, чтобы я могла на себя полюбоваться, какая я была красивая. Поэтому идите лесом, те, кому не нравится моя внешность. Вот заднее стекло, и вот тут любуйтесь красотой, любуйтесь природой. Я офигею, конечно, с людей, с таких вот, с не очень нормальных. Нормальных, конечно, слава богу, нормальных 90%, но таких не очень нормальных 90%, 10%. Ладно, теперь вам, мои нормальные, хорошие, хорошие мои, любимые зрители, как сказать, как-то зрители, грубо говоря, как-то зрители, дети не звезда, а зрители, подписчики как-то тоже, а может, вы не подписаны. Нормальные люди, которые смотрят мои видео с удовольствием, оставляют мне хорошие комментарии, делятся со мной, оп-оп-оп-оп-оп, чуть не проехала, ведь. Вы не обижайтесь, что там я частенько говорю про этих хейтеров, про все это прочее. Ну, я хочу сказать, что это своего рода какая-то перчинка. Это как любое блюдо надо подперчить, подсолить. Вот так вот у меня мой позитивный каналчик, иногда его надо подперчить. Вот таким вот образом я его перчу этими хейтерами. Прошу прощения, конечно. Так, сейчас мне надо свернуть. Как я быстро доехала? За разговорами не замечаешь, когда езжаешь. Как хорошо, что есть YouTube, как хорошо, что я могу вот так ехать, трепаться, ни о чем не думать. Може, какая красота. Плюс к этому такая память, у меня каждый день память. Я могу заглянуть в YouTube в любой день своей жизни и посмотреть, ага, если, допустим, что-то я там делаю, забыла. Что же я делаю в этот день? Набираю этот день, опа, ага, вот оно, что я делаю в этот день. Так что, вот тем, кто мне пишет, уже не знают, уже не знают, как изгаляться. Не пейте, Людмила, не пейте Гербалайф, от него умирают люди. Там моя двоюродная сестра умерла. Еще раз повторяю, двоюродная сестра умерла от приобретенных болячек, потому что она за собой не следила, ела, что попала всю жизнь. Пила и курила, может быть, и всякое прочее. Распустила себя, может быть, там была, заработала, наверное, все возможные себе заболевания, какие только есть на этом свете. А потом решила сесть на Гербалайф, и просто подошло время уже отдать Богу душу. Вот Гербалайф вообще-то, вообще никаким образом здесь. Ну, что ты едешь опять по левой стороне? Ну, что ты едешь? Пенсионер, блин. Как по-другому. Я на пенсию никогда не пойду. Мне до пенсии 44 года. Мне всегда спрашивают, будете ли вы получать пенсию? Не буду я получать пенсию никогда, она мне не нужна. Если я буду получать пенсию, я распишусь в том, что я пенсионерка, не дулечка. Эти копейки мне никогда погода не сделает, и поэтому я пенсию не получаю там, и не буду получать, и не буду получать, не получаю, и не буду получать здесь. 300 лет она мне упала по пенсии. Хотя могла бы, когда, ой, это когда будет, через 44 года мне будет 65 лет, и я буду получать здесь 600 долларов пенсии каждый месяц. А если, допустим, я поменяю свое место жительства на Калифорнию, у меня будут калифорнийские идеи, я буду получать 1200 или 1100, не помню. Пусть меня калифорнийцы поправят, кто в Калифорнии. Но я только когда была, мы с Леной разговаривали, с подружкиной, она говорила, что пенсия там минимальная, по-моему, 1100. Ну, чтобы не соврать. Ну, мне это не надо, не надо, потому что, да. Хотя тут пенсию получают, тут же не ходят домой, не ходят по столивной домой, не говорят, вот ваша пенсия пришла. Все перечисляется, все перечисляется раз в месяц, перечисляется на расчетный счет. Ну, не расчетный, не расчетный, как сказать. Сиська. Ну, а что, это сиська? Куда ты поехал? А, поворачивать, повернуть можно. Сиська. Тосковила. Тосковила, вот это такой райончик красивый. Кстати, вот это маленький, маленький даунтаун Тосковилы. Это тоже, ну, типа, деревушка, не деревушка, городок, не городок. Тут сложно сказать, что как, тут такое подразделение территориальное странное, я никак не могу к этому привыкнуть. Ну, вот это Тосковила, это мало того, что это роуд, дорога Тосковила, и еще, еще, и еще, еще, господи, и еще это название вот самого, как бы сказать, жилого района, что ли, Тосковила. У меня там несколько видео есть, когда там у Татьяны были в гостях, мы там с девчонками где-то отсюда. Такие, ну, тут такие люди, как сказать, домики такие хорошие, ну, чуть-чуть выше среднего, можно сказать. Хороший такой райончик. И вот он маленький, малюпусенький, малюпусенький центр этого маленького городка. Ну, это как раз машина вот взяла, закрыла мне весь обзор, единотик. А, это Винтер Спрингс, это Винтер Спрингс, магазин Паблис, какими часами. И с этим, с центром Винтер Спрингса. Тосковила, это, по всей видимости, просто, надо посмотреть на карте, что это такое. И пошли жилые дома. Вот эти все дома, они все деревянные. Четырехэтажный дом, они все построены из дерева. Так что, этих добреньких, этих добреньких, которые думают, что они добренькие, или прикидываются добренькими, считываются, как Гузейева говорит. Я же, как, я же, говорит, считываю. Я тоже читаю между строк, и все это вижу, все это чувствую. Даже иногда бывает, человек мне напишет там сотню добрых слов, а я чувствую, что там он писал это, а изо рта яд капал. Все это чувствуется однозначно. К сожалению, иногда бывают прокольчики. Но это, слава Богу, такое бывает редко. Вот сколько озер, кругом маленькие, лужица, не лужица, озерца, не озерца, маленькие, кругленькие, квадратненькие, эллипсовидные, какие только, какие только. И большие, а вот какой парк большой проехал одет. И детский, и не детский, там парк для детей, для взрослых. Ну, понятно, любой парк, он для взрослых, понятное дело. Там стоят эти гриль и все это прочее. И обязательно площадка для детей. Пока там мамки с папками жарят гриль, дети могут на площадке побаловаться. Ой, какая природа красивая. Боже, какая красивая природа. Нет, я не пишу, возвращайтесь в Ялту. Один и все написали, или одна там, и какая-то женщина написала. Я общаюсь, я общаюсь. Лучше помогите Украине. Украине сейчас очень плохо. Это как Самвелу писали, что Самвел, вот тебе, как эта женщина... Ой, я ухахатывалась от этого письма, как Самвел. Ну, просто актер, театр одного актера. Одна женщина написала ему такое большое письмо. Видно, так ее жаба душит. Видно, так жаба душит, что ей посылки не присылают, что у Самвела. У Самвела посылают посылки и с едой, и с продуктами, и одеждой, и все что угодно. А Самвела просто любят. Его просто любят. Его нельзя не любить. Поэтому люди это делают от чистой души. Просто от чистой души. В качестве благодарности, у тебя не знали. И тоже мне одна пишет. Ходите там, типа, по своей Америке. Деньги тратите. Лучше помогли бы Украине, значит, в тяжелом состоянии. В Украине... А почему-то я гражданка США должна помогать Украине. А чем Украина мне помогла, извините? Зачем? И кому я помогу Украине? Чтобы в правительство пошли 100 долларов? Кому? Помоги Украине. Украина это государство. Мне послать кому? На деревню дедушки государство Украины. Ну такое, ну такое, черти что. Ну, я просто, я офигею с людей, которые... Вот чем человек думал, когда он это писал? Опять-таки, если ты мне предлагаешь там что-то такое, ну ты хотя бы, ты хотя бы обраме это нормальное предложение, чтобы это было понятно. Лучше бы, лучше бы, лучше бы, лучше бы, да кабы, во рту выросли грибы. Ой, как он сам был это? Отвечал на письмо этой женщины. Она говорит, вот ты жрешь тебе. А мы прислали маленький такой, из Италии прислали такой, нарезка мяска, там внутри 3-4 кусочка. Сам съел всю нарезку, даже кота своего кормил. А почему коту своему не дать кусочек? Я собаке своей по кусочку даю всего. Почему нет? Ну, короче, там ее, конечно, надо... Вот если бы мне это попало, я бы, конечно, сама все это съела, никакому бы коту не дала. То есть, человека просто била истерика. Как это, как это? Мало того, что ему прислали еду, такую вкусную еду из Италии, он еще скормил это своему коту. Лучше бы ты поделился с голодными детьми, лучше бы ты отправил в тюрьму, в конце концов. «Отдай нуждающимся». Самуэл, вообще. Самуэл, когда начинает есть, он говорит, «Ой, а где нуждающиеся? Может быть, поделиться с нуждающимися?» Есть нуждающие? Или я сейчас все это съем? Кино и немцы, просто кино и немцы. Но это опять-таки, я рассказываю о людях, которые неадекваты такие, совершенно неадекваты такие. И вот эта женщина писала письмо, она этот свой гнев, вот эту свою зависть, она вылила в то, что якобы... То есть, она своей завистью и гневом, скрывая это, якобы, Самуэл плохой. На самом деле, она показала свою гниль изнутри. Какая она сама гнилая, пригнилая. Зависливая до безобразия, до безумия. Как же так? Самуэлу присылают, а мне не присылают. Он еще этим кота кормит. Я даже надам тебе это все. Ты не знаю, он это есть. Обозвала его там всякими словами, как могла, как хотела. Самуэл это все зачитал, я валялась. Если я не забуду, я прицеплю сюда ссылочку на это видео Самуэла. Это действительно кино. Это надо по телевизору показывать, как сериал. Все, король. Ладно, я почти приехала. Ой. С другой стороны посмотрим. Господи, какое счастье, что у меня мама с папой не такие дебилуиды. Я же тоже могла бы быть. Все, что у меня здесь, это зависит от моих родителей. Это же могли бы быть какие-нибудь сумасшедшие пропутцы. Я там в 25-м колене, которые вообще связать двух слов не могут. Которые пишут с такими ошибками. Тоже мне одна поправляет английский язык. Поправляет мне английский язык, что я неправильно говорю. А сама на русском языке пишет с такими ошибками. Пожалуйста. Что-то завтра. Ошибки просто, просто дичайшие. Я думаю, да. Но вот куда ты лезешь? Вот куда ты... Ты научишься писать на русском языке, а потом учи меня, как на английском языке. Говорите ли писать или же сговорите. Ладно, всех им не целую. Все, пока-пока. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.